Конечно, лето для меня теплолюбо. Это лучшее время года. Но и зимой, и осенью лето для себя устроить все же можно. Благо, туроператоров много. Но и зимой можно наслаждаться. Надо только быть к ней подготовленным. Итак, как правильно подготовить нашу телегу к зиме? Элементарно замена масла своевременная. Если человек ездит не очень много, он меняет масло раз в год. Ну, в районе 5В, 30, 40. А если человек дважды, трижды в год меняет, лучше перейти на 0В, на более жидкие масла, чтобы обеспечить более надежный запуск двигателя в морозы. Минус 40, что рекомендуем? Минус 40, ну, надежнее 0В будет. Ну и 5В при полностью исправной машине, в принципе, запуск доступен. Хорошо, человек залил нулевку или пятерку, и не заводится автомобиль. Что-то за загадинки, какие-то проблемы. Диагностика-то нужна рано или поздно? Ну, сейчас очень много электронных блоков в машине. Делаются диагностические проверки. Ну, даже элементарная проверка выхлопа ЦО говорит о исправности автомобиля. Исправен выхлоп, значит, там все в порядке. Если есть нарушение выхлопа, значит, есть неисправность. И вы к зиме остаетесь с поломанным автомобилем. Все эти процедуры и замену масла и диагностику вам, а точнее вашему автомобилю проведут здесь же. Благо, для этого здесь есть все. А для неофита в комментарии уже от автостопа. Те самые магические цифры 5В40 или 0В30. Это, в общем-то, вязкость масла. Рассказывают для тех, кто еще не знает. В общем-то, автостоп уже 5 лет, и он постоянно рассказывает о этой вязкости. Но, тем не менее, существует новая генерация людей, которые только-только садятся за руль автомобиля. Таких людей я встретил не так давно в здании МРЭО. Эти люди подчас женского повода. При фотографировании на права для чего-то одевают мне юбки. Ну, ладно. Это, к слову, о специалистах. Так вот, если вы все-таки только что приобрели автомобиль и выучились на права, но не знаете, что с автомобилем делать, приезжайте к специалисту.